Айоу чуваки, вы на канале Айдо. Одиссея не смогла стать для меня камнем преткновения на пути к 100% прохождению игр. Тем более, что я узнал еще про одну часть серии Ассасинов, которая не попала под горячую руку Соника. Некоторые из вас писали, почему я вообще играю в Assassin's Creed, если он мне не нравится. Что ж, обещаю ответить на это в следующем видео по очередной части серии. А сегодняшним гостем станет Assassin's Creed Rogue. Довольно выразительная часть серии, которая, если быть честным, принесла мне не только плохие эмоции, но и пару раз заставила невольно сделать такое вот выражение лица. Я уверен, что Евгеймо очень гордится своими творениями. Эй, 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 я хочу сказать, что горжусь нашей командой. Вы все отлично выглядите. Невидимка? Уверен, что и ты тоже. Извините, но сильный ветер за бортом, это нормально? Герри. Я Питер. Все это для тебя в новинку, но без паники. Ты был избран в высшей силы. Он что, себя богом назвал? Вроде того. Как я уже говорил, последней пройденной частью Ассасинов, не считая Одиссею, конечно, для меня есть черный флаг. Но в изгое мне довелось тоже немного поиграть. Правда, в то время он мне не понравился от слова совсем. Сейчас же дело немного изменилось. Ввиду того, что перед этой частью я проходил Одиссею, сравнений между ними в этом видео не избежать. Но сразу хочу сказать, что это видео мое личное мнение касательно игры и оно не является конечной инстанцией. И нет, я не собираюсь говорить, что это видео самое необъективное, придирчивое и вот это вот все, как не буду и заставлять вас следовать этому самому мнению. Моя задача поделиться своим уникальным опытом полного прохождения игры. Позвольте по-быстрому сказать пару слов об интерфейсе. Посмотрите, какой, блин, он огромный и какую большую часть экрана он занимает. Я не знаю, почему не замечал этого раньше, да и не скажу, что это как-то помешало мне в нее поиграть. Просто любопытное замечание. Когда дело касается стопроцентного прохождения, то про изгоя точно будет что сказать, не в очень хорошем смысле, но все же. И здесь сам Бог велит мне начать именно из сюжета. Я прошел главную сюжетную кампанию игры, аж, вдумайтесь, я применяю слово аж, за 10 часов. Да, это неоправданно мало. И трудно представить, как в такой короткий промежуток времени можно поместить серьезную и глубокую историю о человеке, который был готов предать своих друзей и свое братство. Ради, как ему показалось, высшей цели. Причем 10 часов, это если учитывать зачистку некоторых локаций от второстепенных активностей, куда явно ушел 1-2 часа, а может быть и больше. Ну и на финальные титры, которые длились целую вечность. Ощущение, будто в создании изгоя участвовало все человечество, будто целая планета расставляла эти десятки точек интереса и коллекционные предметы. Но давайте к сути. Если третья часть игры давала нам поиграть за тамплиера, при том, что сами мы об этом изначально не знали, то в изгое наш путь начинается с ассасина Шея Патрика Кормака, который постепенно разуверится в правильности действий братства и переступит черту, предав братьев и вступив в ряды тамплиеров. Вот только то, как именно это произошло, вызвало у меня вопросы. Да, без спойлеров здесь не обойтись. Когда Шей в поисках шкатулки предтечь, за которой его послало братство, ненароком стал виновником разрушения целого города, к слову, эта часть игры, безусловно, была впечатляющей. Бежать через целый город, попутно наблюдая за тем, как он рушится, как суетятся люди и валятся дома, это было просто непередаваемо. После этого разгневанный Шей возвращается в резиденцию к Ахиллесу и обвиняет того в уничтожении города. По реакции Ахиллеса невооруженным взглядом видно, что он не знал, что такое вообще может случиться, но вместо того, чтобы попытаться успокоиться и разобраться в вопросе с братьями-ассасинами, выслушать доводы всех сторон, Шей продолжает истерить, не слушаясь голоса разума и не давая им ответить. Но после очередной серии обвинений Ахиллес не выдерживает и просит вывести Шея из здания. Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его! Казалось бы, мы видели, что возникло недопонимание сторон. Я понимаю, накал эмоций, ведь был разрушен целый город и, очевидно, многие жизни были безвозвратно утеряны. Но вместо того, чтобы разобраться, Шей решает предать братство, украсть манускрипт, чтобы ассасины не смогли добраться до остальных артефактов и не уничтожили другие города. Но ведь они не собирались уничтожать и этот, судя по их реакции. Они даже не догадывались, что же, блин, там произошло, пока Шей сам к ним не пришел. Погибли тысячи! Не может быть! Шей человеку такое не под силу! И как вы понимаете, после такого сюжетного поворота, мне было трудно сопереживать главному герою, чья глупость для него же стала дороже братства и идеи ассасинов. Тем более, что в конце игры, когда у нас была возможность убить Ахиллеса, Шей такой, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни и оставляет его в живых. А что мешало ему несколькими годами ранее просто сесть и попытаться объяснить это на словах, всплывать к уничтоженному городу и показать, к чему привел поиск артефактов предотеч еще тогда? Что? Вот и я не знаю что. А теперь уже слишком поздно, потому что Шей собственноручно убил всех своих бывших друзей. И пока не забыл, хочу сказать, как сценаристы умело выстраивают образ бунтаря, жаждущего свободы, еще в самом начале игры. Когда Шей видит остатки отряда, на который напали, видит разбитых, раненых союзников и неизвестно, может быть, они кого-то потеряли в этом бою, что скажет наш герой? О, капитан Жозе, помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Ты идиот? Да, он просто позлорадствует, как будто речь идет не о жизнях союзников, а о каких-то детских шалостях. Потом, услышав то, что ему нужно будет слушать приказы старших по рангу ассасинов, он говорит «Я не чувствую себя свободным». Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Идиот! И какую свободу он получил в итоге. Выполнять такие же приказы, но уже со стороны тамплиеров, чьей конечной целью как раз и есть не свобода и демократия, а порядок и контроль. Это стало причиной, почему я не проникся сюжетом и не смог сопереживать главному герою. Ну и помните, в видосе по Одиссея я говорил, что в ней неглубокий поверхностный сюжет, где нам, не успевая раскрыть одних персонажей, сразу же бросают других. Везго и дела немного похожи, сюжет ощущается слишком беглым и прерывистым. Сегодня мы помогаем тамплиеру захватывать аванпост, завтра нас уже делают членом их отряда, и так во всем. Складывалось ощущение, что нить повествования разорвана, и в местах прорыва завязана на узел. Будто у цепи нет промежуточных звеньев, которые должны ее и связывать. И здесь, пожалуй, и хватит о сюжете. Трудно кратко и емко высказать мнение, не разбирая детали и не начиная душнить. И вот, стартуя из этого момента, мы начинаем разбирать именно стопроцентное прохождение изгоя. И если в ролике про Одиссею вы писали, что я не показал стопроцентного прохождения, не показал интересные доп. задания и сюжетные моменты, то... Здесь их просто нет. Здесь нет второстепенных сюжетных заданий, а есть лишь второстепенные активности. Первым делом я решил зачистить одну из трех огромных локаций. Поскольку плавания на кораблях за время сюжета меня немного утомили, я решил начать зачистку из города Нью-Йорк, который здесь достигал весьма внушительных размеров. И только посмотрите на это разнообразие значков. По-моему, Юбисофт в подобном нету равных. Хорошо это или плохо, решайте сами. После 10-ти часовой кампании игра не успела мне надоесть, и начинал сбор коллекций я в весьма бодром состоянии духа, хоть в это время и болел гриппом. Мне было чертовски приятно после Одиссеи вернуться во что-то более старое и родное. Туда, как бы одновременно просто и обычно это не звучало, где есть ассасины, тамплиеры, скрытые клинки, паркуры, где тебе нужно было смотреть, за что ты хватаешься при карабкании, и по ходу бега просчитывать свой маршрут, учитывая препятствия. Туда, где боевка хоть и была однокнопочной, но у врагов не было автолевелинга и бесконечных полосок здоровья, которые приходилось истощать целыми минутами. Ну что ж, начнем из самого простого. Коллекционные предметы, которые в большинстве своем очень просты. Сундуки с золотом, которые разбросаны буквально везде и приносят чисто материальную прибыль, а деньги здесь есть куда тратить. Поначалу. Фрагменты анимуса, простые контрольные точки, которые нужно посетить для полной синхронизации, а ведь за этим мы здесь и собрались. Эти штуки разбросаны абсолютно по всей карте и чаще всего в труднодоступных и труднопроходимых местах. Пару раз у меня бывало такое, что вот он, казалось бы, фрагмент анимуса, на максимально видном месте, но к нему нет никакого возможного пути. А потом ты видишь платформу, куда по логике нужно будет взобраться и уже начинаешь искать скрытый путь к ней. Оббегаешь о кругу, собираешься бежать чуть ли не вокруг острова, а вход на эту платформу в итоге оказывается в паре метров от того самого уступа. Он просто был скрыт за листвой. Если это показалось вам претензией, то скорее это претензия к моей невнимательности, а не к самой игре. Таких фрагментов в ней целых 200 штук, что кажется слегка чрезмерным количеством, учитывая размер главной сюжетной кампании. Так как, напомню, вот столько часов я потратил на главную кампанию, а вот столько, чтобы выполнить все второстепенные активности и собрать все предметы. Сбор всех 200 фрагментов анимуса откроет нам доступ к пророчеству Йеноны, и стоит оно того или нет, вы можете решить сами, глядя на этот текстовый файлик на фоне времени, который я потратил на игру. Но фрагменты анимуса, это можно сказать, самое или почти самое душное в этой игре. Что мне было приятно собирать в игре, так это шанти. Это были листы с песнями, которые уносило ветром, как только ты к ним приближаешься. Их было куда меньше, да и представьте, они были не бесполезны, ведь открывали нашей команде новые песни, которые делали каждое плавание немного приятнее. Еще с предметов для собирательства здесь были карты сокровищ, с которых я немного горела. Индейские тотемы, обломки меча викингов, письма, пещерная живопись и планшеты с документами уже вне пределов анимуса, но о них чуть позже. Карты сокровищ поначалу воспринимались положительно, ведь Ассасин довольно казуальная игра, везде есть метки, каждое задание разжевывается до самых мелких мелочей, противники заметив вас нападают только через пару секунд. А тут появляется сбор предметов, где тебе не просто нужно ехать к отметке, а посмотреть координаты на бумажной карте, найти их с помощью интерфейса анимуса, а после, сверяясь с рисунком местности, попытаться найти это место в самой игре. Почему мне понравилось это только поначалу? Сколько раз нужно повторить одно и то же действие, чтобы оно вам наскучило, а сколько, чтобы стало невыносимым? Очевидно, у каждого эта цифра будет отличаться, но для меня 20 с лишним штук хватило, чтобы этот вид активности из новенького превратился в очередной. И тому сопутствовали еще и баги. Когда мне осталось посетить буквально несколько точек складами, я столкнулся с проблемой. Вот как выглядело место добычи на карте, а вот как это место выглядело в самой игре. Сказать, что я был растерян, не сказать ничего. Я сверился с картой еще несколько раз, все было верно. Но здесь не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего такое место. Я потратил минут 15 на беганину вдоль границы карты, чтобы в итоге вернуться к координате, указанной на карте, и все-таки найти там сундук. Видимо, после какого-то из обновлений игры, ключевые объекты на карте перестали отображаться, но фиксить это никто не стал. Есть ли они вообще в курсе того, что как минимум два рисунка с местоположением сокровищ визуально не соответствует этому месту? Разбросанные по миру письма и настенные рисунки предков открывали еще по одному текстовому файлику. А вот с индейскими тотемами и обломками меча викингов дела были чуть интереснее. За нахождение всех тотемов, которых здесь, слава богу, не очень много, нам открывался уникальный индейский доспех. А обломки меча... И как только они оказались настолько далеко друг от друга, их сбор давал доступ к доспехам викинга. Опять-таки, стоило ли оно того, чтобы плавать по всей карте несколько десятков часов. Лично я в этом не очень уверен. Но ведь закрыть все ачивки хочется, на чем разработчики играют. Я помню третью часть, которая потихоньку вносила в серию разнообразие и рассказывала историю противостояния ассасинов и тамплиеров, подкидывая в них новые цепочки механик. И начиная с третьей части, в игре появились морские сражения. Там они были простой дополнительной активностью, черный флаг же был целиком построен на пиратской жизни. Ну а визгое... Кажется, здесь игровой мир остался таким просто потому, что разработчики изначально не планировали делать его уникальным и поэтому просто скопировали старую базу с минимальным количеством изменений. Тем не менее, на фоне морских сражений Одиссеи, здешние морские баталии выглядели и игрались куда разнообразнее. Корабельные пушки, фальконеты, мортиры, абордажи, бочки с горючим, марселя, брамселя, бомбрамселя, лиселя и вот это вот все. Я не побоюсь сказать, что морские бои здесь на голову выше одиссеевских, да и вне сравнения с ней тоже играются интересно. Во время морского боя можно было разрушать небольшие ледники, которые поднимали высокие волны и напрочь сносили маленькие шкуны. Пушки после выстрела оставляли такие большие клубы дыма, что стоять на месте во время боя оказывалось невозможным. За этим чертовым дымом не было видно абсолютно ничего и тебе постоянно приходилось двигаться. Более того, управление кораблем в целом было более правдоподобным. Судно было тяжелым и не поворотким, отчего и управлять им было труднее, но оттого только интереснее. При тесном контакте бой переходил в рукопашный. Корабли сближались друг с другом и здесь уже нужно было разрядить ряды противников, довесок выполнив пару дополнительных заданий. Сорвать флаг, уничтожить лазурщиков или капитана корабля. Можно было использовать быстрый подъем на мачту, летать на канатах как тарзан и хоть спустя пару боев ты понимаешь, что можно уничтожить всю команду противника не уходя никуда из своего корабля просто используя фальконеты. Это воспринималось скорее хорошо, ведь помогало сохранить свое время. Корабль можно было улучшить и понятно, что любое улучшение это гринд. Но к моему удивлению здесь это даже не ощущалось. Чтобы максимально прокачать корабль мне пришлось лишний часок или два после прохождения игры поплавать по морям и целенаправленно искать себе жертв, богатых на ресурсы. Но учитывая все разнообразие морских сражений, эта пара часов не выглядела как издевательство над игроком. К тому же корабль был и некой подвижной базой. Здесь можно было выбрать костюм, оружие, собрать деньги из своих предприятий и отправить флотилию выполнить задания. Точно, я забыл рассказать вам о флоте. Здесь столько всего интересного. Шучу. Просто после абордажа можно добавить корабль в свой флот, а потом отправлять его из меню игры на вылазки. Ждать сначала пару минут, а позже пару часов. А по возвращению флота домой получать разные плюшки. Больше сказать о флоте и боях между флотилиями нечего, потому что с геймплейной точки зрения они не несут абсолютно никакой ценности. Была своя прокачка и ушея. Можно было покупать оружие ближнего и дальнего боя, а также в меню ремесла улучшать экипировку, сумки с патронами и все в таком духе. Ресурсами для этого дела служили шкуры животных, в том числе трофеи рыб, китов, акул, косаток и всего прочего. Отсюда логически мы перетекаем геймплею игры, а именно к охоте. Если здесь равнять изгоя и одиссею, то последняя просто-напросто заглатывает. В ролике про 100% прохождение одиссеи я говорил о том, как разработчики кастрировали механику охоты так, что по итогу она превратилась в простую стрельбу из лука и лутание предметов. В изгое же процесс охоты играется куда интереснее. Большинство животных достаточно быстры, чтобы от вас убежать, так что нужно пользоваться преимуществом. Устраивать засады, сидя в кустах, или карабкаться по деревьям, которые в игре служат целой сетью паутины, по которой можно свободно передвигаться, не боясь быть замеченным. То есть охота здесь была не просто бегом к точке и стрельбе из лука, а некой игрой в игре со своими правилами и условностями. Убивать пачки бедных зверушек в игре мне не хотелось и слава богу, что игра мне дала такую возможность. Все шкуры можно было преспокойно купить в магазинах. За, на самом деле, немаленькую сумму денег, но если с охотой на оленей я смириться мог, ведь они хотя бы могли убежать, то вот убивать бедных бобров, которые никак не могли спасти себе жизнь, это было свыше моих сил. Потратиться на трофеи я мог себе позволить, потому что игра насыпала мне столько денег, что ближе к финалу прохождения я стал настоящим миллионером. Причиной тому была одна из игровых активностей. По миру были разбросаны разные здания, пришедшие в негодность, которые за кучку ресурсов и мешочек монет можно было восстановить, чтобы после получать пассивную прибыль. А еще у нас была своя собственная резиденция, которая в сюжете фигурировала лишь один раз, и то краем глаза. Она была чем-то вроде музея. Здесь хранилось наше оружие и прочие плюшки, собранные во время экспедиции флота. Перед тем, как я снова начну хвалить игру и переходить к комплиментам в ее честь, хочу еще немножко подушнить. Раз разработчики душили меня этим игровым процессом, я со спокойствием могу подушить этим вас. Для полной синхронизации нужно было не только собрать все коллекционные предметы, посетить все локации, но и выполнить все дополнительные требования к заданиям сюжетной кампании. Да, почти каждое сюжетное задание сопровождалось перечнем дополнительных условий, без выполнения растягиванию игры используют не только юбисофт, но вне зависимости от игры, я ненавижу их все одинаково. Когда первый раз проходишь кампанию, думаешь, а ладно, перепройду задание после прохождения игры, чтобы не нарушать целостность повествования, а запустив его после полного прохождения, тебе приходится совершать ошибки, ведь маршруты противника, удобные места и другие тонкости уже были забыты. Приходилось снова переигрывать задание и вспоминать все эти вещи. Где лучше срезать путь, в какой столб лучше скрыться от стражей и где находится ключевой персонаж. Это еще сильнее удлиняло прохождение. Но должен сказать, что неприятных чувств, кроме скуки и горького осознания того, что ты проходишь одно и то же задание второй и третий раз, особо ничего плохого в этом не было. Мне пришлось немного подгореть лишь на моменте, где надо было гнаться за бывшей подругой, чтобы ее убить, не ввязываясь в драки со стражей. Но из-за того, что стражи здесь было дохрена, а дракой считалось даже то мгновение, за которое стража тебя просто заметила, я переигрывал эту миссию раза четыре, пока таки не нашел сравнительно безопасный маршрут для погони. В остальном дополнительные условия заданий были нетрудными, разве что пришлось довольно много пострелять по индейцу, чтобы попасть в него из чертова фальконета. И последней душной вещью в этой игре для меня был сбор планшетов с записями. Одно дело, когда мы, будучи в шкуре ассасина, путешествуем по островам, находим сундуки во вражеских лагерях, спасаем пленников, а другое, когда мы уже вне пределов анимуса. Из инструментов у нас только планшет и из геймплея только ходьба. Но здесь жизнь меня пощадила и после прохождения кампании мне осталось собрать где-то 3-6 планшетов, посетив каждый из этажей кампании всего один раз. Ну что ж, а теперь давайте о веселом и интересном, потому что здесь было и такое. Я был очень приятно удивлен, когда увидел, что игра за тамплиера влияет здесь не только на сюжет, но и на геймплей. Будучи в шкуре противников ассасинов мне пришлось неоднократно подвергаться их атакам. То есть да, в этой части серии были такие зоны, в которых орудовали скрытные убийцы, и хоть те и выглядели внешне как обычные неописи, в своем арсенале они умело использовали ну чуть ли не все базовые техники ассасинов, то есть те же механики, что в предыдущих частях использовали мы. И это ощущается просто невероятно, во всяком случае поначалу. Они могли прятаться в траве, на скамейках и в других интерактивных объектах, могли занимать высоту и атаковать в прыжке, а после успешной атаки бросали дымовые или просто-напросто убегали, подготавливая новую атаку. Конечно, юбисофт не был бы юбисофт, если бы не оказуалил эту механику. Не важно, знаете ли вы о присутствии врага или нет, с момента его атаки и появления в кадре у вас всегда будет время, чтобы успеть парировать атаку и нанести ответный смертельный удар. В то же время пропущенный вами удар не лишит шеи особо значимой части здоровья. Но обесценивать эти механики я не буду, потому что это действительно работало и игралось достаточно интересно. Особенно, когда ты был занят своими делами, преследовал жертву, зачищал точки в спешке или убегал от погони. И тут в самый неподходящий момент выскакивает скрытый убийца и руинит тебе всю игру. Вот за такое грех не похвалить эту часть серии. Хочется в очередной раз провести небольшую параллель с Одиссей, где наемники просто бегали за нами следом, каким-то чудом каждый раз зная, где мы находимся, а остелся напоминали только кусты. Еще одной интересной вещью, с которой я столкнулся, сравнивая эти две очень разные части серии, стала боевка. Здесь я могу сказать довольно странную на первый взгляд вещь. Боевая система Одиссеи лучше той, что есть в Изгое, но я предпочту боевку именно Изгоя. Если бы эти две боевые системы находились в вакууме, я бесспорно выбрал бы Одиссею, но из-за того, что у игр совершенно разный подход к боям, из-за того, что в Одиссеи каждый бой превращается в бесконечное закликивание и длится преступно долго, я выбираю боевку Изгоя. Она слишком проста, можно сказать даже однокнопочно, но здесь ты хотя бы не успеваешь заскучать и довольно быстро справляешься с врагами. Один в тебе стреляет, второго нужно контратаковать не простым ударом, а оглушением или попытаться обезоружить. Я не говорю, что подобного нет в Одиссеи, но эти чертовы полоски здоровья все портят. Из коротких экшеновых драк там они быстро превращаются в рутину и бои наскучают быстрее, чем сама зачистка аванпостов. И вот наконец теперь, когда по сути все игровые активности были пройдены или как минимум упомянуты, настал черед последний из них сражение с легендарными кораблями. Эти бои были настоящей проверкой и по сути единственной причиной прокачивать свой корабль по максимуму. Это был так сказать стресс-тест корабля и нашего умения им пользоваться. Первым боем было сражение с двумя сравнительно мелкими судами Кипящим и Пилигримом и особой сложности этот бой не составил. Залп из всех орудий был достаточно мощным а улучшенная броня достаточно крепкой. В такие моменты морские бои раскрывались практически на полную катушку, ведь в пылу сражения с сильным противником приходилось использовать все возможности которые тебе дает игра. Второй бой был против короны третий против грозящего и по сути они были сильно похожи. А вот последний штормовая крепость этот корабль имел три ряда бортовых орудий пускающих в такой залп что пока в жилах стыла кровь другое место наоборот начинало подгорать. Из первой попытки уничтожить это чудище я не смог а вот со второй заметил что когда его здоровье приближалось к нулю в бой вмешивалось еще два достаточно сильных вражеских судна делая бой не то что сложным а просто непроходимым не знаю каким чудом благодаря какому богу но спустя много попыток мне таки удалось победить но это было так трудно и спонтанно что я не уверен смогу ли я пройти это снова второй раз вот приблизительно такими было мое стопроцентное прохождение хочу заметить что опять-таки в сравнении с той же но за счет того что вся карта изгоя разбита на небольшие секции в виде очень компактных островков их исследование не вызывает особо сильной скуки и не так сильно приедается плюс локации здесь это не пустые плоские участки суши которые утыканы различными объектами чаще всего это две вещи небольшие открытые участки с точками интереса и тонкие кишкообразные проходы в виде ущельев пещер или сети из ветвей деревьев которую тебе нужно преодолеть чтобы добраться до цели в этих маленьких локациях максимально просто рассмотреть то что созданы они непосредственно ручками разработчиков в них больше мелких деталей буквально каждые несколько секунд ты преодолеваешь какое-то препятствие в отличие от одиссеи где между точками интереса стабильно было 300 с лишним метров которые ты преодолевал приблизительно так ну вот и все больше мне сказать нечего как бы я недолюбовал то во что постепенно превратилась серия многое из этого было в ней и в старых частях в том числе и тут жаль только одно что спустя столько лет рецепт игр от юбиков не изменился и тем не менее как бы местами больно не было проходить их игры нельзя не признать что для формата стопроцентного прохождения они подходят просто идеально так что да это не последнее видео данного формата и пишите какую жертву мне выбрать в следующий раз вернее жертвой какой части серии мне стать в следующий раз до встречи в новых видео гнить тебя пацаны вашему мутанскому отродью в аду ваши падшие души уже не спасти давай твою вскроем нет нет хватит мы выше этого и лучше него хватит бессмысленного насилия и кровопролития с ним разбираться карма день возмездия настал храбро споза факти 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 блин